Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня политолог Майкл Наки. Майкл, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, звоните также за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 2306191. Да, и начнем мы разговор с того, что происходит в Республике Беларусь. Хотя поговорить мы планируем сегодня не только об этом. Но общенациональная забастовка там объявлена, она продолжается. И в частности Александр Лукашенко за недавнее время сделал несколько таких жестких заявлений по поводу того, что нужно убрать детей с улицы, иначе будет хуже. Также он сказал о том, что в пленных больше не берем, и эту фразу можно интерпретировать, ну, наверное, по-разному. Как вы оцениваете все происходящее сейчас там? Да, но еще он сказал, что тех, кто дотронется до полицейских, им надо руки отрезать. До военных служащих, да. Да, это фраза, которую интерпретировать в разных смыслах гораздо сложнее, чем предыдущие. Да, она весьма прямая. Ну, смотрите, давайте говорить честно. Общенациональная забастовка на данном этапе не получилась. То есть мы не видим того, что там стоят все предприятия или, соответственно, не функционируют все заведения. Да, тут надо говорить честно. При этом попытки предпринимались, но попытки столкнулись с невероятно жесткой реакцией как со стороны силовиков, так и со стороны белорусского руководства. То есть, значит, ну, буквально студенты, которые, значит, поставали их приказы об отчислении есть, значит, люди, которые на предприятиях им тоже выносили всевозможные предупреждения и увольняли. То есть все эти две недели, которые были на подготовку к этой общенациональной забастовке, актор, который готовился больше всего, это, безусловно, белорусское руководство. Можно сколько угодно рассуждать о том, значит, серьезно относиться к ней, несерьезно, но совершенно очевидно, что сам Александр Лукашенко и его вертикаль относятся к этой забастовке очень серьезно. То есть именно по их реакции можно судить, что эту угрозу, по крайней мере, они воспринимали вполне реально и видели в этой угрозе невероятную опасность для себя, для собственного режима. Ну и по нервным высказаниям Лукашенко они уже переходят в разряд каких-то там совершенно панических настроений со стороны Лукашенко. То есть как? Мы, конечно, говорим, что действительно Александру Лукашенко и его окружению страшно, они боятся. И мы видим это проявление страха как раз в жесткости риторики и в тех силах, которые применяются для всевозможных разгонов и для всего остального. Но при этом тоже не надо себя обманывать. То, что они боятся, еще не значит, что они стали там беспомощными и беззащитными, и вот крах режима, он там возможен буквально завтра. То есть это тоже будет несправедливое суждение, хотя он действительно возможен в любой момент. Историческая практика показывает нам, что мы не можем предсказать, когда и конкретно что случится, мы можем отмечать только общий тренд. Лично я связываю, как и ряд других комментаторов, такую повышенную нервозность с тем, что истощаются ресурсы. Потому что надо понимать, что у протестующих, у оппозиции, которые по факту являются активные протестующие не большинством, но те, кто солидаризируется с протестом и выступает против Лукашенко, даже если они не участвуют в протестах, их действительно большинство. Тем не менее, они никаких дополнительных ресурсов на этот протест не тратят. Да, они рискуют собственной жизнью, собственным здоровьем, собственной свободой. Но при этом нет такого, что у них там есть кубышка, из которой они берут деньги на этот протест. Хотя, возможно, нам неоднократно пытались сделать вид, что как раз так это обстоит. По факту все ровно наоборот. То есть именно власти Беларуси, ну или те, кто занимают сейчас эти посты, удерживают, я бы сказал, их в заложниках, эти самые посты. У них как раз есть кубышка, из которой они тратят собственные ресурсы на поддержание мобилизации силовиков. Наверняка мобилизованы и военные на случай чего. И надо понимать, что каждый день такой вот, соответственно, политики, когда вы вынуждены постоянно поддерживать вот этих силовиков, они затратны для такого, на самом деле, не самого богатого режима, как Беларусь. Там есть разные данные по этому поводу, данные о том, как, значит, их золозалютный фонд уменьшился. Там достаточно серьезно, 17%, по-моему, пишут за прошедшие два месяца. Есть данные о том, сколько вообще платят там ОМОНовцам, какие дополнительные выплаты есть. То есть понятно, что буквально каждый день вот этой нервозной обстановки для режима Лукашенко, он обходится в копеечку. И копеечки составляют рублей, а рубли имеют свойство заканчиваться, хоть и белорусские. И именно поэтому не удается никаким образом разрешить эту ситуацию. И сложно себе представить, что жизнь в Беларуси вернется в то русло, в котором оно было до выборов. То есть все примут, соответственно, монополию Лукашенко и, значит, как-то вернутся в то русло его легитимности. Этого представить на данном этапе абсолютно невозможно. Именно поэтому, несмотря на то, что мы видим такой, значит, цусванг, и что там с одной стороны Лукашенко продолжает сидеть на своем посту, а с другой стороны протесты не уменьшаются. И это тоже, да, характерная черта, что количество людей, которые выходят на эти протесты, за два месяца не стало критически мало. То есть выходит плюс-минус столько же с некоторыми пиками максимумов и пиками минимумов. И при этом, да, если мы вот сравниваем так в стратегическом плане две эти стороны, хотя там их на самом деле немножко побольше, то у нас получается, что как раз та сторона, которая затрачивает большое количество ресурсов, это, конечно, сторона власти. Как может разрешиться эта ситуация сказать сложно? Ну, просто потому что очень много вариантов, как это все может измениться. Да, в какой-то момент силовики, которые там стали основой действующего режима на данном этапе, да, то есть он держится ни на чем, кроме этих самых силовиков, нет никакой народной поддержки у Лукашенко, нет достаточно, значит, ресурса харизматического для того, чтобы перевернуть ситуацию, да. Может быть, силовики в какой-то момент подумают, а зачем нам тогда Лукашенко, да, и будет какой-нибудь внутренний военный переворот. Или может быть там колоссальное давление со стороны Европы, а может быть даже и России, которая, значит, надавит на Лукашенко в достаточной степени, чтобы он покинул свой пост. Или же будет, соответственно, какое-то вот, мы видели поползновение к этому, предложен вариант там самим Лукашенко про изменение Конституции, проведение, значит, там через год-полтора новых выборов без его участия. Все эти варианты возможны, все эти варианты рассматриваются. Ну и, конечно, не стоит списывать со счетов вариант, что действительно подавят окончательно все протесты, но пока, опять же, не очень я представляю, как это может осуществиться. Что касается интенции к самой забастовке, то мы видим, что она была, что в первые дни не только какие-то группы на предприятии, да, к этой забастовке присоединялись, но и, например, огромное количество частного сектора. То есть это то отличие, которое мы видим по сравнению с той забастовкой, которая была в самом начале протестов, да, еще тогда в августе. Потому что большое количество частных заведений, оно просто отказалось работать, сославшись там на разные причины, там вплоть до того, что интернет-магазины не работали. Да, параллельно есть еще там несколько историй. Это действуют и хакеры, которые взламывают сайты государственных министерств и компании, аффилированных с государством. Есть и призывы отказываться от уплаты, там, аналога ЖКХ и, соответственно, каких-то продуктов, которые, опять же, аффилированы с государственными предприятиями, не платить налоги и все прочее. То есть это такая очень-очень многомерная история, которую мы с вами можем только покасательно ее понять и воспринять. Тем не менее, пока не видна ситуация разрешения этого конфликта, который есть внутри Беларуси. Ну и надо отметить дополнительно, да, чтобы слишком сухо не смотрелось это у нас с вами в обсуждении, что да, все, что делает Лукашенко, и там разгон пенсионеров светошумовыми гранатами, применение резиновых пуль против обычных граждан, пытки и заявления, связанные с буквально угрозами людям, заявления, связанные с тем, что мы там создадим дружинник, в котором мы раздадим оружие, все это не имеет никакого отношения ни к правовому полю даже Беларуси, несмотря на то, что она достаточно широкая, ни в целом к обязательствам, которые есть у любой современной развитой страны по поводу отсутствия пыток и, соответственно, применения спецсредств. Они почему-то их называют зачастую нелетальными, но там, если впрямую переводить, они переводятся как там не всегда летальные, потому что мы буквально видим, вот как-то Райковский, который погиб от выстрела резиновой полей в грудь, мы видим люди, которые отрывают там ноги и руки от светошумовых гранат, то есть такое применение против мирных протестующих, оно противоречит, опять же, всем принятым Беларуси на себя обязательствам. Вот такая-то какая-то ситуация, понятно, что нет, скажем так, стремительного развития, на котором мы бы могли очертить какую-то точку перехода, но при этом, соответственно, все стороны полны решимости, как и сторона протестующих, которая продолжает протестовать, так и сторона власти Александра Лукашенко, которая продолжает давить и давит все сильнее этих протестующих. Все это продолжает, соответственно, существовать. Единственное, что интересно, изменение, которое можно отметить, это как будто бы дистанцирование России от всего происходящего в Беларуси. То есть мы уже не видим ни слов поддержки ни со стороны официальных лиц, мы не видим такого нахрапа в пропаганде в российской, которая была раньше, которая пыталась всячески дискредитировать протестующих. И при этом редкие высказания Пескова, они тоже, соответственно, как будто бы обращены не то чтобы с симпатиями протестующих, но как минимум с отсутствием симпатии к режиму Александра Лукашенко. Хотя, опять же, воспринимать слова Пескова как позицию Кремля все сложнее и сложнее, потому что количество разов, когда сам Путин опровергает слова Пескова, оно растет в какой-то очень стремительной динамике. Вот, Майкл, тут как раз интересно, что обратили внимание, в том числе и наши слушатели, на то, что Соловьев изменил риторику, что если раньше он очень жестко как раз высказывался в адрес протестующих, то сейчас эта риторика изменилась. То есть, можно ли сказать, что сам Путин поменял некую стратегию, или это неверно так считывать слова Соловьева или высказывания Пескова? Ну, смотрите, нам сложно залезть в голову Путину, она весьма специфична и хаотична, но тем не менее, да, это вот одна из тех тенденций, о которой я сказал, что российская пропаганда не столько Соловьев, потому что на него сложно ориентироваться, потому что даже в рамках российской пропаганды он слишком маргинален и слишком продажен даже по меркам российской пропаганды. Наверняка и вы, ваши слушатели, знаете о разговоре, который появился в социальных сетях, где человек голосом очень похож на Соловьева, извиняется за то, что занимает очень проармянские позиции в конфликте на городном Карабахе, и говорит, что он все-таки как-то изменится. То есть, Соловьев исторически настолько продажный человек, что, к сожалению, даже по нему очень сложно мерить, является ли это не то, что это бы его позиция, ну, какой-то заказной позиция, а не позиция пропаганды. Но по другим, соответственно, и по тому, что происходит на первом канале на НТВ, да, вот на основных рупорах пропаганды, там, с прямыми методичками, мы видим, что да, конечно, вот этот пыл по отношению к белорусским протестующим и по их дискредитации, он как-то, соответственно, сник, и даже там в международной пилораме Тигранки Осаяна все меньше и меньше скетчей по этому поводу. Не то, чтобы я смотрю сам это, я бы и хотел на самом деле, потому что это такая хорошая пища для того, чтобы понимать позиции, которые, соответственно, через них пытаются проводить, но, к сожалению, мои ментальные способности, они не настолько крепки для того, чтобы выдерживать это, поэтому мне исключительно делятся, значит, люди с более крепкими нервами и с более крепкой психикой делятся со мной своими наблюдениями, связанными с тем, что именно там показывают, да, и как меняется тональность, с которой высказываются о протестах в Беларуси. То есть да, мне кажется, что действительно есть какое-то дистанцирование российской власти от Александра Лукашенко и от того, что он там осуществляет. Ну, а заявление Лукашенко и о пленных, и об оторванных руках для тех, кто прикоснется к военнослужащему, это можно расценивать как блеф? Или же эта риторика имеет более серьезное влияние, скажем так? Ну, как вам сказать, блеф не блеф? Это, я думаю, действительно позиция Лукашенко. Вопрос не в том, будут ли это реализовывать или нет, опять же, потому что к военным никто не прикасается, да, и все его слова зиждятся просто на мифах, которые он сам на ходу выдумывает и вряд ли в них верит, потому что если бы он в них верил, он бы не проводил тайную инаугурацию, он бы, соответственно, не готовился так к общенациональным забастовкам. Если бы он действительно верил, что среди протестующих исключительно там, как он говорит, значит, наркоманы, наркоманы-алкоголики и, значит, преступные элементы, то он бы сам вел себя по-другому. Но, соответственно, то, что он говорит, это не столько блеф, сколько вымышленная реальность, да, потому что, опять же, вот те вещи, которые он описывает в отношении протестующих, это просто не существует. Но при этом это, безусловно, риторика, которая свидетельствует о том, что он хочет как-то разрешить эту ситуацию, в том плане, что он хочет запугивать все сильнее и сильнее и сильнее, но он сам создал себе проблему, которая заключается в том, что даже те резкие слова, которые он говорит, ничто по сравнению с теми пытками, которые проводились в изоляторах, куда попадали люди. Пытки уже зафиксированы. Как бы Лукашенко не хотел перевернуть эту страницу, как он сказал это в интервью российским, соответственно, ну, не хочется говорить журналистам, но там людей, считающих себя журналистами, людям, считающих себя журналистами, он бы хотел перевернуть эту страницу, но для белорусов эта страница, безусловно, не перевернута. И именно поэтому все его угрозы, которые он может предоставить, они меркнут по сравнению с тем, что уже реально было. Поэтому эффекты, эти угрозы, эффекты, которые он хочет от этих угроз, вряд ли удастся достичь по отношению к белорусам. И мы видим, что они скорее смеются над ними, нежели воспринимают их всерьез. Вот как раз если вернуться к пропаганде, интересно наблюдать за освещением Карабахского конфликта на российском телевидении. Опять же, есть ощущение, что четкой концепции того, как эту информацию подавать, до сих пор нет. Вот какое ощущение у вас? Я даже страшную вещь вам скажу, когда конфликт в Карабахе только возобновился, потому что это тлеющий уже многие десятилетия конфликт. Когда он только возобновился, мы увидели, что работники российской пропаганды, это правда люди, которые большую часть времени работают по методичкам и продают себя. Как мы это поняли? Мы поняли это потому, что в отсутствии этих методической четкой позиции мы видим, что они работают практически как профессиональные журналисты. То есть, мы действительно увидели, когда вы, возможно, видели, что там был вызван и Никола Пашинян, и, соответственно, президента... Не помню титул, который там есть... Премьер-министр Алиева. Нет, по-моему, там президент Алиева. Нет, президент Алиева и премьер-министр Пашинян. Премьер-министр Пашинян, да, и президент Алиев. То есть, им дали одинаковое время. И, в целом, освещали долгое время конфликт в Нагорном Карабахе достаточно... Ну, не то чтобы объективно, но, тем не менее, с позицией, которые не отдают предпочтение одной из сторон. То есть, мы увидели, что на самом деле эти журналисты, ну, или люди, называющие себя журналистом, даем волю и отсутствие методичек, они могут, соответственно, освещать события так, как это и должны делать журналисты. Да, опять же, мы не говорим про Соловьева, потому что, ну, даже в данном конкретном случае мы точно видим, что у него есть собственный коммерческий или этический интерес. Но вот если мы говорим, опять же, про авангард российской пропаганды, это там первый канал, телеканал у России, НТВ, то мы видели, как буквально журналисты старались освещать это максимально. Так, знаете, в дне выборов был хороший момент. Такой фильм, российский классный день выборов, всем рекомендую, по мотивам спектакля «Квартета И», где там выбирали, соответственно, по-моему, мэра или губернатора, не помню точно. Губернатора, Самарская, если что, или нет? Да, и там, соответственно, кураторы обсуждают, как бы, а кого, кого толкаем, им говорят, нам сверху не спустили указания, кого толкаем. Говорят, что же нам делать? Ну, что делать? Давай попробуем провести честные выборы. Кто победит, тот победит. И они там оба персонажа удивленно смотрят друг на друга, но говорят «давай». Вот буквально по началу конфликта в Нагорном Тарабахе именно это мы и наблюдали, хотя виден, конечно, небольшой перекос в антипашиняновскую риторику, потому что все равно для российского режима, как и для российской пропаганды, революция, которая произошла, в результате которой Никол Пашинян пришел к власти, это все равно вот что-то такое страшное, да, и хочется от этого максимально дистанцироваться. Ну, потому что я напомню, что Никол Пашинян в том числе пришел на очень серьезные антикоррупционные риторики к власти, да. Совпадение не думаю. Но, в общем, именно поэтому все равно воспринимается несколько со скепсисом Никол Пашинян, несмотря на то, что Армения – это дружественная по отношению к России страна, более того, она входит в ВДКБ, в которое входит и Россия. Что касается того, как это будет развиваться дальше, мы как раз на этой неделе увидим, потому что Армения запросила в том или ином виде, и, по крайней мере, консультируется по помощи, со стороны России, но пока четкого ответа на это мы не увидели. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Однако мы видим, что все попытки мирного урегулирования, которые были и со стороны Лаврова, как представителя России и со стороны США, как тоже, значит, некого медиатора, не увенчались успехом, продолжаются обстрелы, продолжается наступление войска Азербайджана при поддержке Турции, и как раз Турция – это тот сдерживающий фактор, который во многом России не дает возможности присоединиться на чьей-либо стороне, ну, там, скорее, на стороне Армении, а у ДКБ, как-никак, к этому конфликту. И вот на этой неделе интересно было бы не то, чтобы посмотреть, но хотя бы почитать выжимку того, как будет вести себя российская пропаганда, потому что вот вопрос, как бы он стоит ребром, хоть и таким ребрышком, маленьким, хоть и не всем ребром целиком, и поэтому какая-то позиция должна быть сформирована, и эту позицию мы увидим и через официальных лиц, и через средства российской государственной пропаганды. То есть получается, что по риторике российских федеральных телеканалов можно в какой-то степени понимать внешнюю и внутреннюю политику России, или все-таки это такое кривое зеркало? То есть насколько это отражение верно? Зеркало, безусловно, кривое, но тем не менее, если вы когда-нибудь были в комнате кривых зеркал, вы видели, что каждое зеркало, оно искривляет вас, но оно искривляет вас одинаково. То есть нет такого, что вы входите к одному и тому же зеркалу, а оно каждый раз кривит вас по-разному. Нет, каждое отдельно взятое зеркало кривит вас в определенной степени. И ровно по этим искривлениям можно понимать, собственно, какую повестку пытается отстаивать государственная пропаганда, поскольку мы не раз замечали и видели и уличали ее в том, что она, соответственно, не самостоятельно живущая единица, а, соответственно, есть какие-то вещи там. Неважно, методички в прямом смысле или в переносном, хотя российская государственная пропаганда отличается как раз своей топорностью в том плане, что у нее как раз есть методички, что удивительно для современного мира, да, хорошая пропаганда без методичек работает, но какая есть. И, да, через нее, безусловно, можно считывать то, не то, какие позиции занимают официальные лица, а то, какие позиции они хотят транслировать внутрь собственного общества, да, внутрь зрителей телевидения. Понятно, что с каждым годом это все менее и менее эффективно. Вот недавно, на прошлой неделе, было исследование Делойда, которое говорит, что люди все меньше и меньше берут новости из телевизионной пропаганды в России. Не в смысле из пропаганды, а вообще из телевизора, и предпочитают находить информацию в сети. Другой вопрос, что в сети тоже есть какое-то количество ресурсов, которые работают в лекал государственной машины, и проблема там, например, одна из российских серьезных проблем, это то, что многие люди получают новости через условные Яндекс.Новости, которые, ну, как говорит сам Яндекс, подвержены некоторым алгоритмам, как считаю я, вручную правятся, и поэтому особо радоваться не стоит тому, что россияне меньше ориентируются на телевизор, но, тем не менее, тенденция очевидно видна, и поэтому все ярче и ярче приходится со стороны вот этой государственной пропаганды озвучивать те позиции, которые транслируются в головы россиянам. И именно поэтому так легко по ним каким-то образом вычислять, что именно предпринимается, то есть что насаждается, а понять, какие истинные позиции занимаются внутри российской вертикали, внутри российского правительства, это, конечно, достаточно сложно, потому что нет никаких башен, о которых постоянно говорят, да, Кремля. Есть разные акторы с собственными задачами, они там конкурируют внутри друг друга, не по башням, а буквально персонально, поэтому нет никакой гомогенной позиции, которую мы бы могли, соответственно, считывать и ретранслировать. Есть отдельные блоки, отдельные люди, которые преследуют собственные интересы. Если говорить о Ютубе, на ваш взгляд, насколько эффективно власть осваивает эту площадку, потому что, опять же, мы видим, что Владимир Соловьев активно работает на этой платформе, ну, еще целый ряд тех людей, которых там называют пропагандистами. Насколько это эффективно? Потому что Владимир Путин сходил на интервью Кванденко в ТАСС, по просмотрам это не собрало того, что ожидалось, потому что, я так понимаю, что даже некое разочарование было у авторов проекта, потому что не выстрелило. Вот как вы оцениваете всю эту историю? Ну, смотрите, социальные сети Ютуб в частности, как одна из них, они были потеряны после, сейчас скажу, какого года, по-моему, 13-го или что-то такое. Ну, в общем, смотрите, долгое время, опять же, для тех, кто помнит, были попытки захода и на площадку Ютуба, и на площадку социальных сетей. Там были такие проекты, как «Спасибо, Ева», была такая студия, как «My Ducks Vision», которая делала якобы там сатирический, политические ролики, на самом деле, с политической подоплекой. И это не очень заходило на тот момент, ровно потому, что в целом Ютуб не был настолько большим пространством для российского сегмента, и как-то перестали это все делать в какой-то момент, полностью потеряв эту, конечно, площадку, вернувшись с ней только после того, как огромную популярность там стал набирать тот же Алексей Навальный. Но сейчас, к сожалению, точнее, к нашему счастью, я просто на самом деле очень люблю, когда профессионалы делают свое дело, даже когда это дело темное, и очень разочаровываюсь, когда они делают там плохо, и профессионалов нет. Поэтому я говорю к сожалению, но на самом деле, к счастью для нас, не получается выстроить эффективную работу с интернетом, с социальными сетями, с тем же Ютубом. Да, мы видим там проекты, которые появляются, в которых вбухивается огромное количество денег. Это и проекты Rush Today, проекты Царьграда, значит, проекты, ну, дублирования просто телевизионных форматов в Ютуб. Но, конечно, они не получают ни просмотров, ни такого отклика. Более того, люди ко всему относятся с подозрением. Как вы помните, даже недавно вот такое шоу, достаточно известное, Comment Out, которое делает продакшн Александра Гудкова, который так работает на Первом канале, честно говоря. Но, тем не менее, когда даже там была вот ситуация, в которой можно было заподозрить в продажности, да, весь интернет сразу заподозрил в продажности. Люди стали более аккуратными, люди стали меньше доверять, и поэтому не получается эффективно ворваться у власти в Ютуб. Что касается Владимира Соловьева, то надо понимать, что мы, конечно, в сравнении с другими вот информационными проектами на Ютубе, да, властными говорим, что у него есть определенные успехи, но, тем не менее, если посмотреть его по масштабу, по тем же просмотрам и подписчикам с другими там флагманами, ну, не обязательно оппозиционные, но независимые при этом журналистики, да, там, Юрия Дудя, редакции, каналы редакции, и уж чего там говорить, Алексея Навального с его собственным медиа, который существует, то, конечно, Владимир Соловьев здесь не выдерживает никакой конкуренции, и, собственно, он имеет ту аудиторию, во всех смыслах, которая, значит, и так пытается мониторить его через радио и телеэфиры, вот, то есть туда буквально приходят те же люди, которые смотрят его по телевидению, просто они используют, соответственно, Ютуб как площадку, потому что не стоит переоценивать, на самом деле, социальные сети Ютуб в частности, это лишь один из способов получения информации, да, то есть для многих людей нет большой разницы смотреть там Соловьеву или вас, да, по радио или по Ютубу, это просто способ получения этой информации, другой вопрос, что с помощью Ютуба и других социальных сетей больше нет монополии государства, да, на то, чтобы предоставлять эту информацию, любой человек, да, вот, даже такой, соответственно, бесталантный, как я, может там завести свой канал, и, соответственно, люди будут, какие-то люди имеют возможность его смотреть, там что-то лайкать, писать комментарии и знакомиться с информацией, и вот этот барьер на вход, да, то, что его больше нет, он позволяет большому количеству людей производить контент и потреблять контент, да, но при этом есть люди, у которых там есть свои аудитории, которые они просто тащат с того же телевидения, поэтому, да, можно говорить, что как отдельное пропагандистское, как отдельное пропагандистское целеполагание, да, на Ютубе у власти ничего не получилось, ведь давайте тоже понимать, о чем мы говорим, когда мы говорим про пропаганду на Ютубе, мы говорим не о том, чтобы просто там набирать абстрактные просмотры, подписчиков, все такое, власти не эта задача, да, она там ни вы, ни я, ей не очень интересны просмотры как таковы. Ей интересно, чтобы как раз та молодежная аудитория, и не обязательно молодежная, уже есть много, соответственно, людей в категории 25-34, которые там смотрят тех же оппозиционных политиков. Им важно отжирать эту аудиторию, иметь возможности влиять на эту аудиторию, а не просто перекочевывать аудиторию с телевидения в интернет. И самостоятельных проектов, которые могли бы это делать, у власти не получается выпускать, у них не получается этот запрос удовлетворять, ровно потому что там недостаточно просто профессионалов, а все профессионалы, которые там есть, они буквально пилят деньги, которые выделяются. То есть они говорят, смотрите, накручивают условно просмотры, что можно видеть на определенных проектах Rush Today, там было смешно, опосредованно я заставил Rush Today потратить большое количество денег на просмотры, это было очень смешно, поскольку я пытаюсь мониторить, это было где-то полгода назад или год, я пытаюсь мониторить все, что выходит, все, что получается, я там набрел на какую-то их трансляцию или стрим только начинающийся, и я, соответственно, увидел, что там реально смотрело 200 человек при канале в миллион подписчиков, что-то такое, я там все это заскринил, обо всем этом написал, это, значит, репостнул Алексея Навального, и буквально через день путем залива этого видео во ВКонтакте, потому что там дешевле покупать просмотры, значит, они залили огромное количество просмотров, почему видно, что они залиты, потому что это никак не сказывается на остальной статистике видео, это вообще все очень легко пальцем, то есть там появляется огромное количество просмотров, но при этом остаются такими же лайки, дизлайки, комментарии, активность, вот, и, значит, Маргарита Симоньяна, все ее вот эти вот, значит, не хочу цитировать Сергея Пархоменко, но, значит, ее прихвост, не назовем это так, они, значит, все вот эти вот сделали скрины с большими просмотрами, такие, ага, смотрите, Алексей Навальный неправ, вот у нас, значит, много просмотров, так что посредственно, извините, уважаемые налогоплательщики из России, в частности, из-за меня, значит, наши деньги с вами потратились на то, чтобы накрутить просмотры к одному из видео. Но, в общем, самостоятельного контента не получается делать у людей, аффилированных с властью, ровно потому, что все пилится, кипяи, которые задаются, не имеют отношения к действительности, а, соответственно, те, кто дает эти приказы, да, надо понимать, там, администрация президента, там, как это выглядит, не то, что они там сидят с какими-то цифрами, пониманием, всем остальным, они говорят, так, у нас есть, значит, Алексей Навальный, его много смотрит, надо, чтобы нас тоже много смотрело, то есть, и это говорят люди, которые никогда в жизни не были в Ютубе сами, да, то есть, тот же Путин, он вообще Википедию ни разу в жизни не видел, да, о чем мы говорим, и вот они говорят, ну-ка, идите, сделайте так, им приносят просто распечатки буквально на обычных листах, да, то есть, даже не просто присылают ссылки на видео, а просто распечатывают вот страницы каким-то простым, говорят, мы набрали столько-то просмотров, вот, смотрите, им говорят, все, молодцы, вам премия. Вот, поэтому с таким подходом, конечно, и с такого уровня профессионалами у них не получается эффективно работать на Ютуб-платформе, но тоже надо понимать до поры до времени, дальше есть там развилка, либо они поймут, что у них ничего не получается, послушают, вот наш с вами эфир схватится за голову и попробует найти нормальных профессионалов, что не так сложно, либо они будут двигаться в сторону запрета этих площадок, их подконтрольности и цензуры, мы видим поползновение в эту сторону, более того, тут не то чтобы конспирология, но такая, знаете, на мой взгляд, спорная вещь, которую я скажу, мне кажется, что та ситуация, которая происходит в Беларуси, на это сильно повлияет, потому что многие забывают одну деталь, что вообще вся вот эта вот протестная активность, вот эта новая волна, она с чего началась-то, почему вообще Тихановский, почему мы вообще знаем эту фамилию Тихановский, откуда она появилась, да, потому что он сделал свой Ютуб-канал, он просто ездил по разным, там, значит, городам и селам Беларуси, общался с обычными гражданами, и люди, которые это смотрели, они начинали понимать, да, потому что многие были недовольны тем, что происходит в Беларуси, но на чем держатся такие авторитарные режимы? На простой идее, на том, что вот любой человек, которому что-то не нравится, он думает, я такой один, а все остальные обожают Лукашенко, да, и души в нем нечают, у них все хорошо. И вот когда Сергей Тихановский начал ездить, когда он начал выпускать эти, значит, видео, люди начали смотреть и понимать, и такие, оу, подождите, то есть это не я один такой, это не я хипстер, а вот, значит, есть тракторист, который рассказывает, что тоже все хреново, есть строитель, который говорит, что все ужасно, и таким образом и образовалась эта, соответственно, волна. И именно поэтому, именно поэтому я думаю, что когда, ну, во-первых, это уже знаю, да, потому что это не то, что какая-то закрытая история, но вот эта вот способность агрегирования и прерывания вот этой вот цепи молчания, которая есть у Ютуба и у отдельных людей, у блогеров в частности, ее будут бояться и с ней будут пытаться бороться, в том числе путем, ну, если не блокировки, то ограничения доступа к Ютубу в тот момент, когда поймут, что они не могут конкурировать. Ведь смотрите, какой этап сейчас происходит. Сейчас происходит этап торга, да, если мы берем опять стадии принятия. А, значит, там какой-нибудь вот фильм сделал про Беслан, да, как ответ фильму Юрия Дудюга, телеканал «Россия», и у них кинули ограничения на Ютубе на этот фильм. То есть даже не запретили его, а кинули ограничения, с чем я, например, сталкиваюсь постоянно, у меня тоже претензии к Ютубу есть. И, значит, они пошли в Российский суд, и Российский суд постановил, что, значит, вот, Ютуб, сними ограничения. То есть сейчас они еще в той стадии, когда думают, что у них получится-таки выйти на Ютуб и, соответственно, сделать конкурентоспособный контент, который смог бы нивелировать влияние того же Алексея Навального и остальных, там, Дудя, редакции и всех остальных. Когда они поймут, что они, ну, вот, физически этого сделать никак не могут, тогда они перейдут, конечно, к блокировкам и к цензуре. И я думаю, что это весьма близкая перспектива. К сожалению, они как минимум будут пытаться это сделать, не факт, что у них получится. И напомню, что нам можно также звонить, напомню, кто у нас в гостях. Политолог Майкл Наки сегодня у нас в эфире в программе «Абонент доступен». И вы можете нам звонить по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, но вот по поводу блокировки. Ведь была история с Телеграмом, не получилось. Думаете, с Ютубом легче пойдет власть? Дело в том, что Телеграм не был настолько большой проблемой. И, ну, как сказать, мы, смотрите, мы все смеемся и говорим, не получилось. Но по факту были эпизоды и моменты, когда пользоваться Телеграмом действительно было некомфортно. Когда начались так называемые ковровые бомбардировки. Или, ну, начали бомбить, условно говоря, бомбить. Да, сервера, на которых держится не только Телеграм, но и куча всего другого. То есть начали бомбить и по интернет-магазинам, и вот даже ужасное произошло. Сервера там PlayStation тоже задели, и, значит, люди не могли иметь к ним доступ. То есть было бы желание, просто сочли в какой-то момент, что, соответственно, тот эффект, которого они хотят достичь, если, ну, соответственно, издержки у этого есть определенные, если количество там профитов, которые они видят, больше, чем издержек, то они, соответственно, это могут делать до конца, несмотря на то, какие будут потери. Поэтому я бы не стал говорить, что у них прям точно не получится. Как минимум они могут усложнить серьезно доступ, что, конечно, снимет какое-то количество охватов у самого Ютуба. И понятно, что люди, которые внутри там занимаются, могут сейчас существовать более-менее независимо, да, за счет там монетизации самого Ютуба и за счет помощи и поддержки людей, да, то они могут работать и по средствам платежей, ну, в смысле, начать их всячески закрывать и цензурить, и по самой выдаче тех или иных видеороликов. Более того, Ютуб и вполне может пойти на, соответственно, какие-то компромиссы по отношению к российским властям. Там нет такого, что есть, значит, да, вот Павел Дуров, который говорит, идите все к черту, они с кем не будут сотрудничать. Алфабет, которая, значит, компания, которой принадлежит Google, да, это крупная международная компания, которая не просто, да, там, какой-то, соответственно, пират-человек, ну, пират в смысле какого-то, какой-то внутренней экспрессии, там, нежелания идти в мейнстрим, а это крупная компания, которая вполне может на какие-то уступки пойти. Вот, поэтому я бы не стал говорить, что точно получится, но и говорить, что точно не получится, я не готов. Ну, если говорить про Владимира Познера, недавно вы на своем YouTube-канале выпустили ролик, в котором, в частности, высказывали мнение о том, что он продолжает быть пропагандистом, да, и довольно критически высказывались по поводу его персоны. Вот откуда у вас такая уверенность в том, что он действует именно по методичке, а не высказывает свои собственные убеждения в массы? Ну, было бы странно заниматься, да, каким-то самоцитированием, но Познер, это, там у меня как бы немного личное, не в смысле, что он лично мне что-то сделал, да, я не думаю, что он знает о моем существовании, да и слава богу, наверное, а, значит, но с момента, когда я пришел в журналист к тем или иным бокам, да, я не очень понимал, откуда такой пиетет к этой персоне, и со многими журналистами, с которыми я говорил, они со мной абсолютно солидарны, потому что, ну, не то, чтобы Познер даже шифруется, понимаете, в чем дело? То есть он открыто признает, что у него могут снимать гостей, он открыто признает, что у него могут не допускать гостей, более того, это делается не исходя из каких-то, да, конкурентных вещей, а вот он сам признается в одном из интервью, что лично Песков забраковал ГИМУ интервью с Михаилом Ходорковским, хотя до этого дал добро. То есть он открыто признается, что политическая руководство страны, а я напомню для тех, кто, ну, опять же, некоторые детали, что вообще-то Первый канал официально не является, соответственно, подотчетным Пескову или администрации президента, да, то есть в обход каких-либо механизмов официально действующая власть в России, вертикаль, приказывает Познеру, приказывает Познеру, с кем ему можно говорить и с кем ему нельзя говорить. То есть это прямой акт, да, того, что он воплощает волю власти, как минимум в этом маленьком аспекте. Более того, в последнее время, непонятно почему, но Владимир Владимирович Познер, да, стал менее аккуратен. И он буквально шпарит по тем методичкам, которые работают и остальные пропагандисты. Методички это или его собственное мнение, там, со стопроцентной уверенностью невозможно говорить, потому что там документов в руках не держал. Но то, что его слова один в один совпадают с тем, что говорит Артем Шейнин на Первом канале, что говорит, соответственно, как-то Добров, по-моему, его зовут, что говорит, соответственно, Норкин, да, и они похожи до степени смешения. И тем более, так сказать, расхождение его заявлений с теми, ну, ценностями, которые он отстаивает, да, впрямую нам говорят о том, что, скорее всего, он работает в рамках каких-то приказов. Более того, если он сам признает, что эти приказы существуют как минимум в отношении гостей, то, собственно, после этого вопрос уже можно закрывать. Понимаете, в чем дело? Если вы как журналист, вот вам, я не знаю, если вам в студию, ну, не в студию, да, там, за студией, где-нибудь будет звонить, соответственно, какой-нибудь политик из вашей страны, говорит, нет, вот Майкла Наки хотели сегодня вызванивать, не вызванивайте, значит, я запрещаю. То все это значит, что вы уже работаете встроенными в политическую вертикаль, да, и что вы не являетесь журналистами в полном смысле этого слова. И это меня постоянно смущало, потому что Познер, ну, не скрывает особо. То есть, как бы, он буквально об этом чистосердечно говоришь. Ну, да, как бы, да, вот я подцензурен. И поэтому он, конечно, является государственным пропагандистом. Более того, учитывая, что всю жизнь он работает в аффилированными сластями и изданиями, имеет опыт пропагандистский, там, ну, опять же, те, кто хочет подетальнее, пофактурнее, там в ролике я просто привожу его слова о том, почему он считал, что он был пропагандистом раньше, и он с такими же позициями выступает сейчас. Тогда он признал, что он был пропагандистом, да, и он говорил, вот я из-за того, что я был пропагандистом, говорил, например, вот это, да, про диссидентов. А потом он просто сейчас говорит абсолютно те же слова, но уже, как бы, не говорит, что он пропагандист, хотя у меня, опять же, теория. Мне кажется, что его просто никто напрямую не спрашивал, учитывая честность Владимира Познера, да, что он готов признаваться, что он подцензурен и все остальное. Мне кажется, просто надо спросить у него, пропагандист ли он. Если кто-нибудь спросит, возможно, он даже честно ответит, что да, как минимум он же уже ретроспективно так делал. И я уверен, что когда у нас сменится власть в России, если Владимир Владимирович еще будет жив, долгих ему лет здоровья, он опять же будет так же раскаиваться и говорить, что он был пропагандистом, как он делает это сейчас в отношении советского прошлого. Там еще есть отдельная мутная история про КВБ, которую я не взял, собственно, в сам ролик, и часть моих коллег журналистов потом мне звонили и спрашивали, почему я ее не взял. Ну, там фактуры не очень много, но, возможно, я там буду еще в ней копаться. Ну, в общем, для меня здесь вопрос никакого не стоит, и мне кажется, что в ролике я достаточно убедительно вот эту вот свою, ну, если хотите, можно называть это точкой зрения. Я эту точку зрения не считаю, да, мне кажется, фактической информации достаточно. Собственно, я ею делился. Вот, как-то так. Да, ну вот у нас три минуты остаются до конца эфира, но выборы в США предстоят. Вот если в три минуты уложиться, какие у вас ощущения? Трамп или Байден? Байден или Трамп? И вообще, можно лишь какие-то прогнозы делать в этой истории? Да, можно даже и в пять секунд уложиться, тут была бы задача. Дело в том, что американские выборы славны в том числе и тем, что мы не знаем победителя, пока, соответственно, не будет объявлен победитель. Более того, есть процедуры, в рамках которых могут оспариваться отдельные, соответственно, штаты и результаты, поэтому мы даже можем не знать победителя, даже когда победитель будет, соответственно, раскрыт. И этим, конечно... Ну, то есть, сейчас очень сложно что-то говорить, опять же, мы можем ориентироваться на опросы, но, как показали прошлые выборы Трампа, это не очень продуктивно, хотя сейчас опросы должны быть точнее, потому что на прошлом цикле, да, четыре года назад, там в чем основная проблема была? Был такой синдром Владимира Жириновского, когда стыдно было говорить, что ты за Трампа. Сейчас не стыдно говорить, что ты за Трампа, как-никак действующий уже четыре года президент, поэтому опросы, по идее, должны быть более репрезентативными, ну и по ним там ведет Байден, но не с таким существенным отрывом, чтобы мы прямо сейчас могли Трампа хоронить. Но еще одна важная вещь, которую мы узнали за эти четыре года, независимо от того, насколько пассионарный, экспрессивный, странный и маргинальный Трамп был, да, он не смог серьезно пошатать эту систему американскую. То есть, система сдержек противовесов, о чем многие говорили, когда Трамп только выиграл, и боялись, и переживали за нее, она все равно работает. То есть, Трамп больше на словах осталось вот из-за всего того, что он обещал, он даже стену не построил, хотя, кстати, говорит, что построил. Это вообще феномен Трампа, и из-за этого, значит, политические исследователи, в том числе в Америке, говорят о кредите репрезентативной демократии по той простой причине, что Трамп тупо выходит и врет. Ну, то есть, он выходит и говорит, при мне сократился госдолг США. Это тупо неправда. Ну, то есть, он не сократился, он увеличился. Но люди верят, его, значит, люди, которые за него голосуют, это и ржавый пояс в основном, причем независимо от цвета кожи, значит, этнической принадлежности и даже религии, они просто такие, да, значит, сократился. Но он не сократился, и никто не понимает, что с этим делать. И никто не понимает, как с этим бороться, именно поэтому это такой вызов, который был брошен демократической системе как таковой, но один из ответов на этот вызов стало то, что он не смог серьезно что-то сделать или изменить, выступая против всех. Единственное, что он смог, это немного Обама Кейр, соответственно, подсократить, не предложив, так и не предложив. Это основная критика, которая сейчас идет к Трампу, потому что так его новая инновационная медицинская система, которую он обещал за 4 года, он так ее не представил. И это, конечно, сказалось, но на коронакризисе, на эпидемии, на количество людей, которые умерли от нее. И это вот вообще основное, что сейчас бьет по Трампу на этапе его предвыборной, соответственно, гонки. Вот, поэтому посмотрим, какие будут результаты, но главное, что я для себя, например, вынес, что на самом деле это не так уж и важно, что какие бы результаты ни были, серьезных потрясений в связи с тем, будет Трамп или будет Байден, ожидать не стоит, просто потому, что у президента США не столько полномочий, сколько мы привыкли ему приписывать. Мы просто в России привыкли, что президент это человек, который решает и делает все. А в Америке это не так. И это, наверное, не так плохо. Ну что ж, Майкл, мы благодарим вас за то, что нашли время выйти к нам в прямой эфир. Абонент доступен и политолог Майкл Наки был с нами сегодня. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.